приветствую всех на канале мотковод с вами я ивбак игорь моя любимая жена машинка машинка привет привет итак друзья сегодня 1 апреля 1 апреля никому не веря но мы будем говорить правду сегодня хотим попробовать включить пульсосборник почему сегодня потому что мы не знаем когда его включать мы никогда не включали возможности кого-нибудь спросить в нашей местности так чтобы более-менее конкретно занимался пульсой тоже нету так как все собирают так скажем так в небольших объемах для своих нужд и не поставим не узнаем ставим сегодня один смотрим результат принимаем решение стоит в такую пору класть не стоит было бы сейчас весна более актуально как прошлые года может уже и стоит может из-за того что пришла весна позже может не стоит ну друзья пока не попробуем не узнаем и кто смотрит за нашим каналом мы всегда показываем что у нас после зимового и как бы спокойствие когда первый облет он никогда у нас практически не бывает очистительным всегда у нас тот момент когда пчелы летают первый раз у нас всегда крыши чистые улья чистые снег чистый и тому подобное и я всегда говорил что у нас подобное явление очистительного облета наблюдается ориентировочно через три недели две три недели после того как первый раз полетает и вот друзья он у нас как раз вчера был нас это заставило помыть машину так как машину конечно пометили пчелы но на машине что-то провтыкал показать как это выглядит но тут сейчас хорошо можно посмотреть например еще на крыше собачьей будки видим что какашки обычного нормального продолговистого ну не виде капель а в виде нормального испражнения как одна так вторая также можно понаблюдать на машинка давай отойдем сюда потому что тут мы уже помыли не будет видно на плитке это будет хорошо заметно вот как это видно тут 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 ну вот везде это везде есть тут 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 короче вот вчера облетелись это первое ну не облетелись а это очистились скажем так почему у нас так происходит я даже не знаю у некоторых ребят показывают что еще снег лежит плюс два на улице те вылетают для того чтобы покакать наши вылетают для того ну в тот момент когда на них солнышко просветило им позволило вылетать а уже как тогда когда им на это есть необходимость почему так я особо этим вопросом не не задавался меня такой вопрос как бы результат вот тут можно увидеть тоже как сидели на улях очищались вот какой камень тоже так 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 меня этот вопрос особо не интересовал если вот они бы у меня обваживали улья во время зимы вот тот бы меня вопрос интересовал я бы думал как это его избавить а вот этот меня никак не интересует и это очень хорошо было вот заметно на этом сейчас точку так как тут вся собрано самое большое количество пчел семей где как бы ну из всех точков и тут территория ублагоражена если у нас точки в другом месте где-нибудь стоят ну на участке где трава где нету каких-то либо таких чистых изделий так они покакали пчелы и этого незаметно в траву туда-сюда а тут это же было заметно на машине на крышах или вот на бетоне так друзья выбираем для данного эксперимента семью под номером один почему ее потому что мы ее уже замучили за весь сезон и будем на ней тестировать у нас пять стоит пульса сборников в среднем вот это поселее семья вот эти практически одинаковые и вот это может быть немного послабше выбираем среднюю так как насильно нету смысла тестировать на послабше тоже нет смысла тестировать значит смотрим что у нас кстати если кого будет интересовать вот как это назовем машинка вот это вот это емкость для сбора пульси вот так выгнулась по какой причине она так выгнулась или она изначально была такая или она сейчас так выгнулась не знаю и вот сейчас обратил внимание что некоторые конечно некоторые отверстия они запаяны как это будет влиять или надо взять ножичек и почистить но тем не менее мы ничего не чистим так производитель продал сейчас мы так будем и тестировать будет это на что-то влиять тогда будем принимать меры так значит проверяем что у нас получилось ну да видим что некоторые пыльцу пчелы теряют так как лезут она у них может упасть и засовывали в сот она у них упала и тому подобное так значит падает но это и нормальное явление так без этого я думаю никак бы не было видим что стоит ну стоят тут капли определенные да немного тут-то влажно об этом можно будет кстати задуматься стоит закрывать вот эту заслонку или нет может ее не стоит закрывать а сейчас вот именно с этим положить но не знаю пока ничего не знаю ставим на место емкость и устанавливаем и также нам надо друзья перевернуть перевернуть сам пыльцесборник так возьмем немного вытерем сегодня на улице стоял туман с утра влажность температура около плюс 5 может сто раз это рано мы это делаем но тем не менее не попробуем не узнаем может вы вынимем кашу с утра ой не с утра вечером когда будем смотреть давайте посмотрим что в уле по влажности но если смотреть так влажности никакой не видно давайте еще одну семью посмотрим да тут никаких влажностей не видно так давайте тогда еще посмотрим например вот эту где нету донного пыльцесборник ну одинаковая картина как там нету влажности так и там нету влажности кстати давайте вот друзья вот сейчас видим да сейчас пчелы еще не летают видим что этот вот улей такой полный увидим как это выглядит снизу потому что аж самому интересно ну машенька с этой стороны аж самому интересно как это выглядит снизу на сегодняшний момент не знаю что их так много машенька задалась вопросом почему их так много а я не знаю почему их так много но в любом случае пчелы сидят в гнезде там где необходимо вот сейчас может им необходимо так как улице холодно им необходимо создать шапку своим своими телами для прикрытия холодной сетки дна может из-за этого ну как-то так или уже так размножились все шоу столько хочу не знаю все друзья остаемся смотрим как будут носить сколько будут приносить и увидим что с этого получится попрошу вас пишите в комментарии как вы считаете когда лучше стоит ли просто включить и его не выключать а постоянно собирать или все таки рекомендуется утром включить в обед выключить как лучше напишите пожалуйста потому что я то разберусь но с вашей помощью будет легче как вам было с моей когда-нибудь такому нибудь все остаемся смотрим дальше итак друзья промежуточный этап как раз поднимается температура пчелы вот хотят видим вот как на соседнем хотят понемногу выходить но еще не отлетают от уля и вот тут хорошо можно тоже понаблюдать не знаю камеры видно видно вот это технологическое отверстие через которое должны выходить пчелы я предполагаю что но для этого спасибо и вот уже пытаются тоже нос показываться как это будет дальше происходить мы конечно посмотрим постараюсь прийти уже во время лета просто сейчас надо уходить на работу и вот промежуточный пока этап вот видим как они собираются но еще не выходят все остаемся смотрим дальше итак друзья уже мы вернулись уже лед хороший уже летают тают и несут пыльцу что сейчас происходит понятия не имею ну конечно пчелы видно что пытаются зайти сюда сверху там у них не получится зайти сверху соответственно заходят ли они через пыльцы сборник ну какие то точно заходят вот видим выходят заходят ну начали работать как-то результат ну давайте промежуточный результат тоже посмотрим машенька подходи промежуточный результат ну вот такой промежуточный результат ну летают буквально совсем немного буквально ну может полчаса как начали соответственно только-только начали возвращаться с пыльцой ну пока что то работает как будет дальше вечером увидим если ну сейчас не такие кой день что у нас 6 утра и до 6 вечера наш пыльцу сейчас это буквально с грубо говоря будет а сейчас пол пол первого утром было прохладно ну пускай будет с 12 начали и может поносят я не знаю там до трех ну все равно начали работать увидим покажем в конце дня посмотрим остаемся смотрим итак друзья еще очередной этап сбора пыльцы на турецом пыльцы сборники что мы сейчас наблюдаем но в любом случае около 50 процентов пчел доходит до них где можно залезть в обход в обход этого решетки некоторые идут прямо туда некоторые пытаются искать некоторые не находят и ведут через пуль ну через решетку ну к чему это ведут в веду к тому что вот после увиденного пропадает желание его включать выключать так как в любом случае есть понятие что половина проходит в другие щели соответственно пылок и так будут носить попадать в гнездо и так он будет и ну не знаю это все практика пока вот так советуйте пишите в комментариях как правильно поступать потому что если надо будет утром включать в обед выключать потом еще что то делать это все работа которая удорожает себестоимость и в конечном итоге человек становится не конкурентоспособный я слышал что некоторые ребята как включили весной так его и осенью выключили несмотря ни на что но как то так все наблюдаем смотрим дальше какой будет вечером урожай итак друзья пришло время закончить этот ролик так как у нас немного поменялись планы нам надо и поехать по работе сейчас чуть больше трех часов когда первый раз мы с вами посмотрели на количество пыльцы уже в лотку это было чуть больше 12 короче получается около трех часов как они могли оставлять пыльцу скажем так в пыльцесборнике и сейчас посмотрим свешивать понимать сколько они там наносили сейчас не вижу необходимости так как на мой взгляд этого будет мало так как большая часть пчел все таки заходят через те отверстия технологические которые предусмотрены для выхода трубки и пчел ну и а самое главное хочу оставить это на ночь чтобы утром посмотреть вот в такого в таких условиях превратится она в кашу или нет потому что когда уже днем тепло но я имею ввиду когда стабильная температура тогда конечно меньше вероятности что она набухнет за ночь а сейчас еще температура опускается до 4 до 5 градусов так что что произойдет так как если уже в следующем году мы будем использовать это на всей пасеке и ну возможно допустить такую вот оплошность если не забрать вечером в такое время пыльцу так как как никак тут больше ста семей и если они будут собирать пыльцу и даже если это будет 100 грамм на семью вот в такой небольшой день хотя там я думаю будет меньше я не знаю завтра свешим если пыльца не намокнет мы его завтра свешим а со ста семей это друзья 10 килограмм так что чтоб понимать если мы даже например отлучились надо ли например специально чтобы человек пришел и все-таки взял пыльцу давайте посмотрим Машенька показала да как летает да ну и сейчас смотрим что у нас получилось ну вот получилось столько друзья теленок ех ты половина ешь ну получилось столько сколько тут 200 сладкое классное в весе ну мало за три часа вот такое количество что сказать не знаю дальше надо анализировать понимать что да как и двигаться видим сколько просыпал вот такой вот результат этот ролик мы на этом закончим ну а завтра может посмотрим утром с того что получилось и уже займемся завтрашними мероприятиями на сегодняшний день мы уже подготавливали понемногу стартера который будет участвовать в выводе маток планируется у нас ориентировочно на 4 апреля первая прививка это говорит о том что сроки по большому счету не для кого не будет сдвигаться не для тех ребят которые записаны с 5 по 10 и тем более тех кто записаны дальше так что пока идем все по плану сделавший сегодня небольшой осмотр некоторых семей на другом точку абсолютно довольны зимовкой очень хороший получился кормов еще вообще вагон за корма вообще не переживаем ну чем мы занимались во время такой небольшой ревизии мы стрясывали небольшое количество пчел для подселения стартеров мы брали грубо говоря по 4 рамки стрясывали в ведро и подселяли один стартер чтобы было как бы побольше пчелы в стартере и о чем хотел сказать что даже если пчелину семью мы оставили на 9 рамок а клуб обсиживал 5 это нам все равно позволило на данный момент стрясти две рамочки ну конечно мы ее после того как стрясли две мы ее скоротили на 2 оставили на 7 но к чему веду что хорошо развивается видно что все благополучно не надо даже в таких случаях если на 5 сидели не надо абсолютно их скорачивать в этих улях а те которые сидели на 7 или 8 рамках а мы оставили им 9 рамок так там мы на данный момент стрясли две рамочки и абсолютно вообще не переживаем оставляем так как есть все на 9 рамок так что зимовка я очень доволен все друзья вот такой первый опыт в любом случае пыльца собирается если сейчас ее высыпает она хорошая ну как хорошая ввиду к тому что прям сейчас много мусора внутри ульевого но я не вижу ну вот тут это утрешний мусор ну не знаю конечно провеивать ее это наверное надо но смотря для каких нужд какая то собирается да тут ее вроде бы мало а как говорят с миру по нитке бедному сорочка и когда по 100 грамм берете по со 100 семей это будет 10 килограмм а если будет уже повышаться световой день и будут собирать не 3 часа а будут собирать по 7-8 часов это может увеличиться и до полкилограмма но я не знаю конечно сколько максимально за день может принести семья пишите в комментариях сколько может принести семья полкилограмма 700 грамм или это 300 грамм в каких единицах это мерится тут это сейчас мало и если это увеличится пускай будет до 300 грамм на семью так это за раз 30 килограмм друзья вот такие вот успехи у нас пока все устраивает а не на сегодня увидимость того что пчелы минуют пыпицесборник говорит о том что я его включать выключать не буду что у меня был важный аспект нужно включить и выключить 100 стартеров каждое утро или каждый вечер это 2 часа надо будет потратить в день не стартеров, а в семи 2 часа надо будет потратить каждое утро включить И каждый вечер это привяжет к определенным трудностям А я не хочу утруднять свою работу Лучше меньше, но стабильно, нежели раз И намочить всю первую Все, на этом буду заканчивать С вами были мы, подписываемся на наш канал, ставим классы Кому не нравится, дизлайки, всем пока-пока